Сюда. Угу, угу, поднимаю, вижу. Так. Ольга, да, рада всех видеть вас, друзья. Да, я уже узнаю предыдущие, слушатели предыдущего нашего вебинара. Да, и сегодня у нас такая интересная тема психологии имиджа «Твой образ». Да, и сегодня мы будем рассматривать именно образ индивидуальный, как его создать, образ, который изнутри, то, что вы несёте, то, что вам близко. И как это выразить во внешности. Интересная такая история получается, да, что женщинам гораздо более, чем мужчинам, да, наверное, в силу своей природы, в свойстве на сомнения. Сомнения в том, а так ли я выгляжу, а достаточно ли я похудела, там, в придирчивое рассматривание себя в зеркало, в фитнес-клуб, в спа. Женщинам это более свойственно, да. И при этом, наверное, не совсем в женской природе то, что быть самой лучшей, быть самым лучшим и конкуренция, прерогатива мужская для женщины более свойственно, да, быть единственной, быть неповторимой и быть непохожей на других. И как бы не тратя достаточно много сил и энергии на то, чтобы примерять на себя там разные маски женщины-вампы или какой-то светской львицы или ещё что-то, можно раскрывать единственную суть изнутри. А для того, чтобы сомнения уменьшать, можно попробовать самооценку, да, которая… Самооценка у нас что включает в себя? Самооценка включает в себя сравнение с внешними ориентирами, с ориентирами каких-то глянцевых журналов, мод, стереотипов общества. Если попробовать самооценку поменять на самоценность, что я такая одна, я такая единственная, я такая ценная, да, если попробовать поменять самооценку на самоценность, уже получается немножко другая картина. и если заменить уверенность в себе на знание себя, это, знаете, как получается, если вспомните, вот знаете урок, да, и легко и просто выходите к доске, отвечаете, никаких сомнений, никакой уверенности в себе уже не нужно, вы просто знаете его, и свободно, легко и просто отвечаете. И вот если заменить на знание себя, то с неуверенностью, чем больше вы себя знаете, да, чем больше вы себя начинаете узнавать, тем куда-то неуверенность уходит далеко-далеко, далеко-далеко в леса. И, ну, вот такое маленькое упражнение, это маленькое предисловие, да, когда ловим себя там, можно каждые полчаса себе поставить будильничек или ещё что-то, каждые полчаса записывать, а какая я сейчас, то есть возвращаться немножко в тело, возвращаться немножко в себя, а что я сейчас чувствую, и как это может выражаться в теле, и какая эмоция, и зачем она мне сейчас. Вот каждые полчаса можно себе поставить, можно каждый час, а какая я сейчас, И зачем я такая сейчас? Наблюдаем себя, возвращаем себя, слушаем тело, слушаем эмоции и воспроизводим то, что нужно. Вот это маленькое предисловие. Дальше у нас сегодня пойдёт некоторая технология, технология создания именно своего имиджа, своей изюминки. И первое, с чего мы начнём, мы начнём немножко с качеств и то, что мы хотим внести в мир. Пока к внешнему ещё мы не добрались. Вначале начнём с качеств. И попробуйте вспомнить, может быть, людей из своего окружения, которых можно охарактеризовать одной фразой, такая фраза «аналитик». Есть такое понятие, фраза «аналитик». Я не знаю, вот если вспомнить Карлсона, который живёт на крыше, какая у него была такая фраза «аналитик», что его можно было определить, как он говорил о себе, и потом легко можно было воспроизвести. Если вспомнит кто-то, напишите в чате. Карлсона, который живёт на крыше, он кто? Как он себя несёт? Ждём, ждём. Так, мужчина в полном расцвете сил. Отлично. Ольга, Полина. Да. То есть это фраза, которая характеризует человека, характеризует его качества некоторые. И уже слышу, что мужчина в полном расцвете сил. Мы этого Карлсона представляем. Действительно верно. Я не знаю, можно вспомнить некоторые. То есть они положительные есть и есть, и некоторые отрицательные, может быть, составляющие. Помните фильм… Так, не ирония, судьба. Аналитик, да? И вот фраза аналитик – это первое, что чем мы характеризуем человека? Это есть бренд-трансляция, который поддерживается. Если дама с авоськами, она поддерживает этот бренд и, собственно, транслирует это на аудиторию. И если вас устраивает, по-моему, Карлсона абсолютно устраивает мужчину в полном расцвете сил, и он это транслирует, это замечательно, да? Если же мы хотим нести что-то другое, если мы хотим нести… Если вы хотите, чтобы о вас говорили по-другому, да, как говорится, порой нам хочется, чтобы нас воспринимали такими, какие мы есть, а потом мы обижаемся, что наше главное качество неизвестно. Мы будем эти качества сегодня доставать изнутри, найдем технологию и будем в образ это встраивать уже дальше, да? И вот первый вопрос, давайте ответьте сами себе, можете где-то кратенько, вот, прям во время вебинара, чтобы не терять вам времени, да, записывать это все, для себя составлять в списке. Мы действительно сегодня будем так активно работать. Вот подумайте, задайте вопрос себе, даже когда вы куда-то собираетесь, на работу, да, или вы собираетесь на свидание, или вы собираетесь там на семинар на какой-то, подумайте, что бы вы хотели показать, да, вот эти первые вопросы. Что бы вы хотели показать, когда вы одеваетесь, о чем вы думаете, и думаете, что окружающие, подумайте, что окружающие могут о вас сказать, да, это дама с авоськами или кто-то, и кто был на предыдущих, на предыдущих наших вебинарах, да, наша знаменитая записка на зеркале, какое отношение к себе вызывает эта женщина. На эти вопросы смотрим и себе отвечаем. Следующее. На следующий задаем себе вопрос, а какие вообще, что бы вы хотели нести, что бы вы хотели пропагандировать, да, кунг-фу-панда, помнится, он кем хотел стать, и это у него было в голове, и это потом транслировалось дальше в образ уже его, в образ жизни, собственно, да. Помнит кто-то, кем хотел стать кунг-фу-панда? Воином дракона, да. Подумайте, что бы вы хотели нести, пропагандировать, то есть опять вопрос изнутри, пока не к внешнему, пока к внутреннему. Какие качества? И, я не знаю, дальше в каком-то... Можете сходить в кафе, может для кого-то на прогулке это будет свойственно, да, просто расслабившись, отпустив внешнюю оценку, оценку социума, оценку общества, причем и близкое общество, ведь семье мы тоже что-то, какой-то образ несем, да, какую-то роль. Подумайте, вот что бы вы хотели транслировать, какие ценности и какие качества, по каким признакам вас стоит узнавать. Вас стоит узнавать как, я не знаю, прекрасного оратора, или вас стоит узнавать как лучшего тренера России, да, или лучшего своей профессии, а может быть вас нужно узнавать как прекрасную маму. По каким признакам вас следует узнавать, И пока не по вещам, а пока по качествам. И составьте вот в расслабленном таком состоянии, да, за чашечкой ароматного чая, может быть, там с вареньями, что-то, составьте список прямо из этих качеств, чтобы минимум было так, проговорите их, попробуйте, да, проговорите те качества, которые действительно вот у вас есть. Составьте как минимум 20, список как минимум 20 этих предварительных качеств, да, главное, чтобы на каждую фразу вы могли сказать, да, это действительно я, и всё туда можете написать пока, да, у меня талант ладить с людьми, я легко нахожу подход к людям, или я превосходно готовлю борщ, тоже можно сюда, да. Я прекрасно выступаю перед публикой, или там, я не знаю, ну, прям можете сейчас себе где-то этот список составлять, пока мы с вами разговариваем по шагам, вы можете для себя это проработать. Главное, чтобы вы могли на каждую фразу сказать, да, вот это вот точно я. Минимум 20. Набросали, бывает, что первое в голову приходит, бывает это интересное, может, у вас есть внутри, но вам хочется это, вам хочется это просто показать, да, как какой-то клад. Тоже пишите. Это был первый шаг. Расслабились, чашечка ароматного кофе, 20 качеств, на которые вы можете сказать, да, действительно, это я. Второй шаг. Теперь из вот этого списка, который составлен, который составляет ваше внутреннее качество, выбираем то, что вы хотите транслировать в мир. Вот, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это точно я хочу нести, я хочу это показать. Выбрали уже, отобрали. Это вот как набрали горсть драгоценных, горсть камней разных, да, потом мы выбираем самоцветные камни, такие драгоценные и полудрагоценные вторым шагом. Третьим шагом мы уже из списка, который стал поменьше, да, то, что вы хотите транслировать, вы выбираете те драгоценные камушки, да, вот, которые действительно, действительно уникальны. И это то, что вас отличает от окружающих, то, что может вас отличать от окружающих. Именно ваши цены. Выбрали, выписали. И четвертым шагом, это тоже такое, ну, назову, наверное, модное сейчас слово медитация, да, или просто расслабление. Можно включить хорошую музыку какую-то. И вот четвертым шагом мы уже фантазируем вот на эти свойства, которые вы выбрали, именно то, что вы хотите транслировать, да, какие, какие вот эти качества вызывают у вас ассоциации. Ассоциации у нас, вот четвертым шагом уже, да, будет. Ассоциации у нас могут быть музыкальные, визуальные, цвета. Музыкальные ассоциации, я не знаю, для кого-то это может быть марш какой-то, да, для кого-то это вальс, для кого-то это вообще медитативная музыка. Визуальные вещи, они тоже разные. У кого-то это из живой природы, да, для кого-то это море, для кого-то это леса, для кого-то это мягкая игрушка, да. Полина пишет, ребята знают про модальность. И отлично, да, визуальные, аудиальные, отлично. Дальше смотрим на цвета, какие бы вы цвета использовали в этом образе. Что вот приходит, что приходит на ум, вот в расслабленном состоянии абсолютно. Что приходит, с чем ассоциируется. Это будет что-то зеленое, или это будет ярко-рыжее, или это будут какие-то невероятные динамичные там фукси цвета. Всё-всё-всё прям записываем, вот как река льётся, так и это всё выписываем себе. И самое главное, в образе должно оставаться то, что повторяется, да. Это может быть цвет, который постоянно будет повторяться и транслироваться, по которому бы вас узнавали. Возможно, это будет какой-то аксессуар, по которому вас будут узнавать. Есть, да. И ещё одно важное и приважное правило. То есть, как только находите что-то в своём образе, что хотите нести, что хотите транслировать, вводим эти изменения постепенно, да. Не надо сразу полностью приходить в оранжевом, красить стены в оранжевый цвет. И вообще оранжевое солнце, оранжевые люди, оранжевый верблюд. Полина пишет, по таким пальцам точно будут узнавать. Ну, в том числе, да. Я женщина, которая носит там какие-то уникальные красивые персти. Ну, как вариант, да. Ещё раз повторим, спешка неуместна. Вводим все изменения постепенно, пошагово. Я люблю резко. Юда, вам все карты в руки, можете резко. Ну, так, опять же, если позволяет какое-то, разные ведь бывают места работы, да, если это действительно какие-то рекламные агентства и прочее, то почему бы и да, почему бы и резко не сменить. Вполне. Итак, то, что у нас было, да. Если по шагам посмотреть. То есть, вначале мы продумаем вообще, какие качества мы хотим транслировать. Причём, девчонки, вот это не только касается внешнего образа, то, что будет выражаться в одежде, да. Это может быть касаться также вашей компании, если вы задумываете что-то открывать, да. Это может касаться вашего сайта. Это может касаться вашей статьи какой-то. Но, прошу прощения. Кстати, про мужчин хотела сказать и мужчины в самом расцвете сил. Но, как понимаете, эта техника, она подходит абсолютно всем. Она подходит как женщинам, так и мужчинам. Причём, если мы можем, потому что образ рождается всё-таки изнутри. Образ, как мы себя внутри чувствуем и ощущаем, и это выразить во внешнем всегда интересно и полезно. Может быть, книга будет, да. Вы по этому же алгоритму можете книгу свою протестировать, да. Что я хочу нести, какие у меня, что обо мне могут говорить, да. Какие я ценности транслирую. И потом, какие у вас ассоциации с этим, какие у вас цвета, может быть, да. То, почему вас потом будут узнавать, скажу. Да, это действительно Людмила. Людмила пишет из-за меня на одной работе. И издали приказ о внешнем виде. Людмила, вы креативная девушка, я так понимаю. Ну, тоже интересно, да. Почему вы не попробовали дальше? Мужчина с фишечкой тоже очень привлекательный. Абсолютно, Полина, абсолютно верно. И мужчинам... Я очень рада. Сегодня у нас, по-моему, Олег, да, Олег присутствует, да. И очень рада, что мужчины приходят, потому что самовыражение внутреннее, да, через внутреннее к внешнему, оно достаточно важно в любом, и для женщины, и для мужчины. А для мужчины, если он разрабатывает даже и свое дело, да, это тоже достаточно важно и интересно. А дальше мы поговорим с вами, технологию эту запомнили, простая, четырехшаговая и абсолютно классная, ко всему применимая. Дальше мы с вами поговорим вообще, а что такое привлекательность. Мы на предыдущем занятии немножко поговорили о том, как на образ у нас влияют цвета, как на образ у нас влияет форма, как на образ у нас влияют разные аксессуары, как можно проявлять себя. А сейчас вот еще в нескольких словах, два-три буквально слова от вас, да, вообще из чего состоит привлекательность? Это только внешний вид, там, походка и красивый прикид, да, то, что мы внешне сделаем? Или привлекательность, но состоит еще из чего-то? Напишите, пожалуйста, в чате, вот как вы понимаете, что привлекательность – это вот это, вот это и вот это. Что важно? Какие есть составляющие? Или привлекательность, она и состоит из внешней картинки? Позитивная энергетика, Полиночка, абсолютно, да. В соответствии внешнего вида и внутреннего состояния, да, Людмила? Позитивная энергетика, абсолютно, Полина, соглашусь, и у нас это скорее будет следующая ступень, да, как у нас такая женская школа образовалась, мы от внешнего потом к внутреннему, то есть внешний образ воспринимаем, да, потом переходим к внутреннему состоянию, иногда с состоянием и с настроем, и в достаточно простом образе, да, простом платьице, иногда девушка идет, светится, и совершенно другое к ней отношение, хотя, казалось бы, совершенно простое платьице. Харизма, Полина, да, смотрите, если брать уже по стилистике, то существует шесть составляющих имиджа. Шесть составляющих имиджа – это габитарный имидж, кинетический, вербальный, овеществленный, средовой, ментальный. Мы немножко сейчас каждый из этих имиджей развернем и расскажем. То, что действительно, о чем мы говорили, самое первое, самое первое, что считывается, конечно, габитарный имидж это называется, это то, что другими оценивается прежде всего, да, в первые секунды. Это что сюда относится? Это физическое сложение, это одежда, прическа, духи и так далее. Ну, о первом впечатлении уже много сказано, да, и самое первое, что так, как говорится, сначала, если говорить о разных полах, да, мужчины и женщины, если где-то подсознательно мы считываем, как сексуальный партнер нам он подходит, да, что-то сюда включает физическая привлекательность, возраст, вес, и возраст, рост, комплекция и прочее, да, и вот это считывается, и дальше мы уже начинаем продолжать общаться, да, как говорила уже, никогда у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Далее за этим, да, картинка, и как же управлять вот этим впечатлением, которое мы производим на окружающих. Дальше, да, картинка вошла, а дальше что? То, как человек двигается, как человек занимает своё место в пространстве, от этого зависит, опять же, подсознательное считывание. И как располагается человек в пространстве, это кинетический имидж называется. Кинетический имидж включает в себя осанку, движение, походки, жесты и мимику. Если говорить о каких-то жестах привлекательности, да, то если, допустим, мы в процессе разговора, в процессе общения показываем запястье, то мы управляем, да, мы говорим, как бы, это считается интимной зоной, и мы говорим, что мы открыты для общения, и человек это располагает в первую очередь. Опять же, хочется, чтобы воспринимали нас как человека позитивного, да, и как это считывается подсознательно, если мы, разговаривая, жестикулируем, да, много жестикуляции это считывается, тоже не очень хорошо, да, невоспитанностью такое считается, но несколько жестов уместны. Если мы маркируем вверх немножко, да, жестами, то любая информация, даже какая-то нейтральная, она воспринимается как положительная. Если же в разговоре мы, ну, немножко жестикулируем так на уровне груди, то информация воспринимается как нейтральная. Если же обычную фразу мы говорим, и, соответственно, жесты у нас вниз, то это воспринимается как, ну, негативное немножко восприятие. Это что касается жестов, да, немножко о жестах сказали. Что касается осанки, ну, вы все прекрасно знаете, да, как человек подает в себя в пространстве, как он занимает место в пространстве. Это тоже считывается, это тоже говорит о уверенности или неуверенности в себе, да. Какое он место занимает? Он в центре зала, он достаточно много места занимает, да, руки раскинул. Либо он сидит зажавшись, либо это все считывается. Опять же, здесь можно сказать о психологическом пространстве, которое в разных странах, конечно, разное. Ну, и есть некое личное пространство. В России это от 80 и менее, там уже по индивидуальным качествам человека. Приятно, неприятно, да, здесь уже личную зону не всегда нужно пересекать. И 60-80 сантиметров на этом расстоянии человеку, ну, с нами общаться достаточно комфортно, приятно. А дальше уже это личное пространство, если человек пускает вас у него, это уже некая интимная зона. Из чего еще? Из чего еще? Осчитывается окружающими неосознанно, Людмила пишет. Не все шпаткованные. Да, они осознанно считываются. Вы знаете, ну, вот Полина, наверное, много говорила, да, о том, что некие животные инстинкты, они остаются. И так же, как животные считывают, кто тут главный. И у людей это тоже подсознательно, тоже считывается. Ну, тут такие жесты сомнения у кунг-фу панда, да. Но тут вот по жестам просто, по мимике можно понять, да, кто какую позицию занимает. Почему выбираете картинки, иногда по мультфильмам можно четко смотреть и наблюдать. Иногда попробуйте в кафе так прийти, тоже просто понаблюдать за людьми. Тихонько, да. Следующая наша, то есть первая картинка считана. Мы посмотрели образ, да, мы посмотрели, как человек располагается в пространстве. Следующая составляющая имиджа – это вербальный имидж, который включает в себя вербальный и паравербальный. Что это такое, мы сейчас с вами разберем. Вербальный имидж – это то, что мы начинаем, то, что мы начинаем говорить, да. И тут, чтобы не получилось так, что полюбил с первого взгляда, разлюбил с первого слова. То есть вербальный имидж всё-таки говорит о том, что насколько здесь уже мы можем считывать карту ценностей человека. Как только человек заговорил, мы его уже сравниваем и по ценностям подстраиваемся к нему. Наш человек, не наш человек, да. И насколько важно, что он говорит, да, что несёт. И ещё более важно, скорее, как он говорит, да, это интонация, это тембр, это дикция, это яркость, да, это эмоциональность сказанного. Хорошая поговорка, пишет Полина, да, да, да. Паравербальный имидж очень важен, когда, вспомните так, представьте для себя, да, когда звонит телефон, и как человек вам отвечает, вы по интонации, по дикции просто ловите. А насколько человек расположен, а в каком он, то есть у нас визуальная составляющая тогда отсутствует, да, визуально мы 80% информации считываем о человеке. И тут исключительно на слух определяем, насколько он расположен, насколько он доброжелателен. Есть такая прекрасная техника, и, наверное, такое, не знаю, Полина давала ли вам задание, когда на каждый телефонный звонок мы отвечаем с улыбкой. Это мучает даже там девушек, у которых непосредственно деятельность связана с тем, чтобы сидеть на телефоне, да, и секретарей. То есть у нас постоянно улыбка на лице, когда мы с улыбкой доброжелательно говорим, это передается с интонацией человеку. Еще интересный есть, ну вот попробуйте для себя, да, еще интересный есть вариант, если вы работаете за компьютером, там поставить себе видеокамеру и в уголочек прям экрана изображение ваше считывающее, а какое у меня лицо, и всегда ли оно доброжелательное, улыбчивое. Ага, Полина говорит, упражнение «Солнышко» пока не было. Ну вот это так забегая вперед, да, про упражнение «Солнышко», когда светится, еще изнутри немножко можно. Опять интонации, как можно передавать состояние некоторое свое, если говорить о женских каких-то штучках, да. Ну если знает кто-то знаком с чакрами, где как расположено, если йогой кто-то занимается, то это, будем говорить, что можно говорить и сердечной чакрой, да, можно говорить или другими словами из места, вот между грудью, расположенная, да, сердечная чакра, поняли, да. Если говорить, как бы и голос направлять из этого места, голос становится мягче, голос становится более сердечным, более по-доброму эмоционально окрашен. Есть другая техника, это больше вот на свидание, на каких-то курсах женского пикапа, это преподается, да, это когда мы говорим на выдохе, и этот выдох из живота, да, набираем, если опять говорить о чакрах, это оранжевая чакра, это из области матки, из области живота, говорим, набираем воздух, ну, говорим прямо на выдохе, и это очень интересно попробовать, попробуйте так потренироваться, да, тренировать интонацию, так же, как тренировать гибкость своего тела, достаточно интересно. Это то, что у нас касалось голоса, то, что у нас касалось речи. Но две последние составляющие, это исключительно такое интимное общение, скорее всего. Но в обычном, в социальной жизни, да, мы, конечно, привыкли говорить на таком нейтрально-среднем, с нейтрально-средней донацией, не выражающей там женского начала какого-то, да, то есть можно попробовать, вот опять-таки задание, да, из трех состояний сказать одну и ту же фразу. Принесите чай, пожалуйста. Это мы привыкли говорить обычно, это социальная составляющая, можно сказать, сердечные чакры, то есть из середины груди такой голос. Принесите, пожалуйста, чай. А можно сказать, более такой, в интимной обстановке, когда вдыхаем и говорим на выдохе до конца, принесите, пожалуйста, чай. Ну, попробуйте, поиграйте интонацию, это очень интересно, можете на официанта где-то в кафе это тоже тренировать. Это то, что касается вербального, вербальный имидж, то, что мы говорим, паравербальный имидж, то, как мы говорим, да. Едем дальше. Что у нас, что еще выражает наш имидж, да, то, что называется овеществленный имидж, или то, что мы сами создали, да, это, может быть, наша визитка, нас представляющая, в ней тоже отражается какая-то часть меня. Или написанная вами статья и ваша книга, допустим. Там точно прочитываются ваши ценности, то, что вы несете. И, ну, именно то, что сделано лично вами, лично вами произведено, то, что авторское. Может быть, это составленное вами какое-то путешествие, да, то, что вы несете в мир, то, что вы пропагандируете. И следующее у нас еще есть составляющая имиджа, это средовой имидж. Средовой имидж – это то, что проявляется в ваших предпочтениях, да, например, в выборе места отдыха или хобби. И здесь тоже, если вы с кем-то сходитесь на общих ценностях, опять в средовом имидже, да, то есть я не просто там хожу на работу с 9 до 6, а я вместе с тем еще и путешествую в горы, в основном, да, занимаюсь альпинизмом. Или я предпочитаю ездить в пустыне, или мое предпочтение какие-то экзотические острова. Вот я их коллекционирую просто. Да, это тоже некий имидж, некое то, что вы несете. А может быть, средовой имидж для вас – это отдых обязательно связан с деятельностью какой-то, то есть на отдых. Ваш отдых – это ваши выездные какие-то тренинги, или вы что-то там пропагандируете тоже. Все, что относится к средовому имиджу. И далее самое верхнее. Ну, то, что было у нас уже ценности, да, что мы говорили о средовом имидже, это какие ценности мы транслируем в мир. И ментальный имидж – это ваше уже мировоззрение, это ваши поступки, да, чего вы достигли или к чему вы идёте, что вы транслируете в мир, и ваши слова, да, как соотносится то, что вы говорите, с вашими делами. Это составляющая ментального имиджа. Если вот так сейчас рассмотреть, то привлекательность у нас получается из таких разных составляющих, да, как матрёшка у нас получилась шесть составляющих имиджа. Внешняя картинка понятна, но это только первые секунды, первое восприятие, а дальше начинается общение, что включает в себя вербальный, паравербальный имидж. Да, вы смотрите, как человек передвигается в пространстве, какие у него жесты, что ему свойственно, какая у него осанка. И дальше вы уже смотрите, а что он сделал в мир, что он несёт. Возможно, книги, возможно, это его деятельность профессионально, а возможно, это деятельность этого человека, как прекрасная мама, которая воспитывает прекрасных детей. То есть это тоже важнейшая составляющая, для женщины очень важная. Так, к этому моменту, по-моему, всё, всё уже у нас. Вопросы какие-то есть? Или вот что сегодня взяли интересного, ценного, полезного? Обратные связи. У нас сегодня такой получился вебинар, как бы в одну, он скорее на семинар похож, я больше говорила. Но если проработать уже саму методику, Полина обязательно отправит вам раздатки, обязательно отправит презентацию, где, в принципе, методика описана, и как это вывести для себя, и это будет вам доступно. Как расписать для себя? Полина пишет, мне понравился момент про шесть шагов. Полин, это что? Это в имидже, да? Это составляющая имиджа. Да, про имидж. Да, Полин, ну как составляющая. И как вы понимаете, Полина в начале, по-моему, нашего вебинара или где-то говорила о том, что внутреннее состояние достаточно важно, я с этим соглашусь. Это у нас будут следующие-следующие вебинары, но здесь больше все-таки тренинги, потому что это будет работа с телом. Но как возможно, это будет передаваться онлайн. У нас такая получается женская школа, когда мы внешний образ прорабатываем, потом мы пойдем к внутреннему. У нас обязательно будет внутренний образ, а потом пойдем уже по отношениям. было коротко, но очень все плотно и просто, понятно и просто. Да, Полин, тут такая составляющая, в общем-то, с внешностью мы несколько закончили, да. У нас будут еще немножко по визажу, немножко, опять же, что касается внешней составляющей, и дальше пойдет уже о внутреннем состоянии, и потом мы будем говорить об отношениях более плотно. Потому что, как правило, когда девчонки приходят на тренинги по отношениям, потом мы все равно скатываемся к тому, что необходимо прорабатывать себя на то, что вы, наверное, делаете с Полиной в школе, да, с вашими пошаговыми заданиями. Трудно себе составить фразу-аналитик. Ой, да, посмотрите, просто если начать составлять, да, начать составлять по той методике, по четырем шагам, вы потом скорее к этой фразе придете. Когда пропишите качество, и скорее где-то в качествах, и будет фраза-аналитик, и продумайте просто вообще, что бы вы хотели нести. Причем здесь продумывать можно как для какого-то социального, как для общества, да, так и для себя, да, что я вообще хочу нести. Потому что иногда социальная среда или корпорация какая-то, где мы взаимодействуем, она требует своих рамок и своих правил неких. Ольга, я думаю, получится, проработав вот те четыре шага, выписав 20 качеств, получится уложиться во всем. Хорошо, друзья, если... Ольга еще пишет, я вижу. Где бы их набрать еще? Ольга, просто очень попробуйте вот правда расслабиться и просто написать о себе, а какая я там, не придумывая чего-то внешнего, как девчонки, ну, начинают какие-то маски, как я говорила вначале, примерять, да, маску светской львицы, а какая я вот такая. Я бы, наверное, просто о себе. Поверьте, что каждый из вас настолько индивидуальна, настолько одна, единственная, настолько интересная, что... Ну, это можно интересного и полезного вынести. И потом еще и все это будут видеть, замечать. Это хорошо. Попробуйте, точно попробуйте. Попробуйте устроить себе такое кафе. Кафе просто днем одной пойти в кафе, посидеть, заказать себе, почувствовать. Знаете, тут еще какая составляющая, что мы часто живем в голове, да, а в чувствовании тела иногда забываем. А тут попробуйте прям, можете попрактиковать так и вот с закрытыми глазами просто съесть там, выпить кофе, съесть шоколадку или еще что-то, включить немножко чувствование, возможно, это поможет. Но у нас эти практики будут, это у нас будет просто как домашнее задание уже в женской школе. У нас сейчас немножко занятие, не как конструктор, да, не по ступенечкам, а там будет школа. Я думаю, сообщу и у Полины будет потом сообщение, когда это открывается, когда будут занятия. Оль, можно расспросить окружающих, что во мне вещь хорошего. Очень хорошая, Полина, мысль или какая я, да. Или какая я. Что ты во мне видишь? хорошего, это прекрасно. Есть у нас еще такое упражнение, я просто в голове, в голове прокручивается, у нас есть упражнение, я, если с девчонками или с кем-то знакомыми, женщинами собираетесь, это называется упражнение, устраивайте качественное время для себя, вот прям выбирайте там какой-то день, и вот у меня там час качественного времени для себя. Пусть это будет общение с ресурсными людьми, с которыми вам приятно общаться, которые что-то дают. Есть такое упражнение, если бы я был тобой, я бы любил тебе, в себе, да, вот это, это, это. Можете поиграть с кем-нибудь в компаниями, когда пойдете общаться, да, за чашкой чая, если бы я был тобой, я бы любил тебе вот это. Возможно, это еще поможет. Ну что, друзья, тогда давайте завершать. У нас обязательно будут следующие задания, если обычно при встречах нечем заняться, это идея, да. Если бы я был тобой, я бы любил в себе вот это, вот это и вот это. Интересное у вас предстоит такое занятие по открыванию своей глубины, то, что найдете в себе массу интересного, это точно, и как это интересно воплотиться в ваш образ, как это будет выражаться внешне, причем у каждого это будет свое, у каждого это будет своя ассоциация. Задание интересное, задание полезное, точно, большое, будет чем заняться, может даже сейчас, может быть, это будет на выходных. Всех с наступающим праздником весны, всех девушек, всем мужчинам огромное спасибо, что посещаете наши занятия, наши вебинары, будет еще много интересного на следующие про внутренние, как работать с внутренними, как создавать внутри себя те состояния, которые мы транслируем, да, мы начали с внешности, так как-то с внешнего бывает как-то проще начать, да, проще на себя примерить, и это немножко идет через голову, как мы привыкли, допустим. к 8 марта особенно актуально, да, Полина, точно. Спасибо большое, ждем еще. И потом начнем уже с внутренними состояниями работать, и потом у нас пойдет шаг такой на отношения, то есть узнаем вначале себя, потом будем узнавать мужчин, потом будем работать над отношениями. Спасибо всем, друзья, большое, спасибо, что вы были рядом сегодня, отлично, спасибо вам огромное. начни с внешнего, а внутренне подтянется, да, Людмила, действительно. Спасибо большое, всех обнимаю, всех девушек с наступающим праздником весны, всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok